Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Летела ракета, причем ракета летела сначала в сторону у нас. Я в телеграм-канале, мы с Тамарой, и Тамара уже сразу же подскочила. Света не хочет вставать. Тамара говорит, вставайте, ракета летит в сторону Киева. Киевская область, говорит. Потом смотрим, полетела в сторону Тани с Ларисой. В телеграм-каналах пишет Ванек. Полетела в сторону Тани с Ларисой. Потом обратно летит в сторону Оли Маринич. И все время же наблюдаем. И хочется все время, рука тянется, позвонить, спросить, вы в укрытие, как вы. Тут пишут, киевляне, именно наш район, в укрытие. Мы побежали в коридор, сели. Я думаю, ну все, значит, поездки не будет. Если будет долгая воздушная тревога, я никуда не поеду. Потом, значит, я быстро уже, смотрим, сбили. Буквально 20 минут и сбили. Вот, цель изнышена, написано. Следующее, значит, я быстренько оделась. А в 6 часов, я теперь научилась смотреть, куда. Только не наш дом надо набирать, а соседний, в ДТК. И набрала, смотрю, да, в 6 часов отключается электричество, лифт не будет работать. Думаю, надо успеть. Я говорю, Тамара, взяла пауэрбанк с собой. В кулечке пауэрбанк. Сейчас покажу. Взяла пауэрбанк. Я ж теперь, я ж... О, видите. Я ж теперь умная. Меня Ева нарисовала, видите, на пауэрбанке уже. Выхожу из Тамары и говорю, Тамара, если я сейчас в лифте застряну, тогда уже все, точно не поеду. Со вчерашнего дня непонятно, что происходит. Я надеюсь, дальше уже вообще будет все отлично. Собирайтесь, дорогие мои друзья. Едем с вами в очень, в очень интересное место. Я надеюсь. Ну, для меня это будет точно интересно. Люблю такие мероприятия. Я уже заранее вам рассказала. Хотела сюрприз сделать. Вы же знаете, я люблю сюрпризы. Это знакомый Васей. Узнал, что я блогер. И пригласил меня на это мероприятие. Он работает в этом заведении. Ну, туда, куда мы едем, короче говоря. Так что собирайтесь. Я думаю, будет очень интересно. Поехали. А ехать нам с вами, друзья, 100 километров туда и 100 километров обратно. Жалко, что я никак не могу установить здесь такие штучки, которые снимают. Вот почему-то они не клеятся. Или клей не такой. Или что. О, вид би. Вот, видите. Вид би тревоги. Ой. Отбой воздушной тревоги. Сейчас вейзу поставлю сюда. И буду ехать. Видите, я сюда клею. Оно не клеится. Он даже остался. Остаток теперь надо как-то его... Может, на этот остаток прилепиться. Так, время 5.45. Выезжаем. Так, всё. Выезжаем. И пусть нам повезёт. Выезжаем на Крещатик с вами. Прямо. За 800 метрю съест правую ручку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я уже почти на месте. Но заехала ещё на одну заправку, чтобы заправиться. Так спать хочется невозможно. Поэтому я взяла ещё кофе. Но я уже почти доехала. Осталось уже пару километров. Ухоженный город. Такой переясный. Чистый. Подстрижены газоны. Интересный вход. Уже интересно, да. Вот эти милые дамы меня довели сюда. Вообще с заднего входа. А я приехала. Сейчас в 8.30. А всё начнётся в 10. Машины подъезжают, выгружаются, готовятся. Ой, а мы с вами тогда пройдёмся. Ростокранно приехала. Ротворяюще. Посмотрите. Боже мой. После шумного Киева. Какая здесь красота. Тишина. Уточки плавают. Не побоятся? А, не, наоборот, наверное, ждут, когда я их покормлю. Я ничего не взяла. Ехали, ехали мы с вами и приехали в славный город Переяслав. Впервые упоминался этот город в 1907 году. Первые упоминания были об этом городе Переяславе. И я даже не чуточку не пожалела, что я так рано приехала, потому что здесь такая красота и тишина. Мы сейчас ещё находимся в городе Переяславе на территории музея под открытым небом. Когда-то давно, наверное, 8 лет назад или 9 лет назад я уже сюда приезжала с экскурсией. У меня есть видео, это самые ранние мои видео, когда мы сюда приходили с экскурсоводом и корчему посетили, и церкви старинные, и рассказывали, как здесь в школах обучали. Правда, я уже забыла, надо самой пересмотреть всё это видео. Но самое главное, что сегодня такой прекрасный день, и сегодня Троица. Всех христиан поздравляю с праздником Троицы. Желаю крепкого здоровья, мирного неба. И чтобы всё у вас было хорошо. На Троицу здесь, в этом музее, проводятся очень интересные события. И вот сейчас, вы видите, люди собираются, кто занимается ручной работой, привозят сюда свои изделия и будут торговать. И, естественно, раз уже вы со мной приехали, заодно с вами и посмотрим. Будет очень много интересного. Я ехала, так спать хотела, глаза закрывать. И думала, может, я зря еду. Ну, вы знаете, сюда приехала, и думаю, нет, вообще просто чудо. И, Тамара, ты об этом пожалеешь, что ты сюда не приехала. Потому что с утра получаю релакс. И хорошо, что я раньше приехала, и хоть похожу, посмотрю в тишине, пока нет людей, пока нет этого гомона людей. И погода просто замечательная. Солнце светит, воздух свежий. Если бы вам ещё передать, какие здесь ароматы. Птички поют. Птички поют. И какие здесь ароматы. И такое, знаете, состояние действительно праздничное. Вы знаете, я забыла, что сегодня праздник. Поэтому еду, Борисполь проезжает, там огромная церковь. И смотрю, люди такие нарядные. С утра, это было 7 утра, уже идут нарядные, идут с зеленью. Идут уже в церковь. Светить, видимо. И сюда приехала, в город Переяслав. Я вам немножко кусочек показала, какой он чистый, ухоженный. И такой, ну я не знаю, мне кажется, вот он напитан историей. И поэтому такой вот он, знаете, ну я не знаю, я въехала, и как будто бы вот сразу захотелось тишины. И как будто действительно что-то такое вот, ну не знаю, такое какое-то волшебное в этом городе есть. Вообще это город-музей. Переяслав, 26 музеев. Это вот когда я приезжала на экскурзии, мне говорили, 26 музеев. И очень интересно. Вообще-то вот люди, зрители сразу скажут, музей сразу закрывают. Подождите, не закрывайте, будет очень интересно. Напишите комментарии, как вам такие экскурсии, такие умиротворяющие. И вот когда въехала в город, вы же видели, всё ухожено, всё покошено, всё побелено. Ну красиво. Я не знаю, правда, я не заезжала в центр, я думаю, что такой же. Так, а сейчас устраивайтесь поудобнее. Кто в кресле, кто на диване, кто в кровати, кто где. Но самое главное, что удобно, чтобы была у вас такая расслабляющая, расслабляющая обстановка. Потому что я думаю, что я вам передам вот эту вот атмосферу. Получайте релакс. Люба вам сейчас покажет, потому что я сама люблю такие видео. И вам тоже покажу вот такое релаксирующее видео. Хорошее настроение, я вам гарантирую. Такая беседочка. Кто в этом году не сможет сюда приехать, приезжайте на следующий год на Троицу. Здесь вот такая ротонда есть. Высокая такая. Редко, когда я вижу такую высокую ротонду. Здесь еще есть музей хлеба. Вообще территория большая, конечно. Но мне кажется, что в Киеве территория больше. Музея под открытым небом. Но дело в том, что здесь очень интересные экспозиции. Так же, как и в Киеве, но здесь свое своеобразие. Птички, вам слышно или нет? Жалко, что нет экскурсовода. Я вот это не помню даже, что это было за здание. Ну, представляете, это было 8 лет назад. Не помню. Здесь хочется молчать. И просто рассматривать и гулять. Как повезло жителям Переяслава. Могут чаще сюда приходить. Конечно, в Киеве тоже пироговы недалеко от нас. Я не так часто хожу. И даже вам редко показываю. В музеях под открытым небом всегда показывается быт людей, как раньше люди жили. Какие у них были дома, как все было ухожено, чисто. О, вот здесь вот есть табличка. Сейчас мы с вами прочитаем. В 10 начнутся мероприятия, а до 10 мы с вами еще успеем погулять. Вот сады бозаможного землянина землевластника. О, богатого селянина, который владел землями. Хата конца 19 века. Сбудон, село Гайшин. Наверное, здесь держали скот. Видите, троица, ветки так вот вставлены, зеленые. Ну и раньше тоже, когда была троица, держали скот. И даже вот для скота так украшали свое по двери. Цветы – это обязательный атрибут украинского двора. Это журавель, колодец. Доброго ранку. А можно к вам? Дякую. Что-то здесь будет. Готовят сухоцветы статицу. Как красиво, да? Вот мы с вами заходим в хату к заможенному, богатому селянину. Сегодня троица. Видите, травку постелили они. Картины, ковры. Я такие ковры помню даже у себя. Внукусе даже в детстве такие тоже были. Шкаф старинный. Посуда. Не седатый. Ну, понятно, что не седатый. Можно упасть. А пахнет травой. Такой высушенной сеном. Не травой, а сеном высушенным пахнет. Ай, ну какая ж красота. Я так люблю такие видео снимать. Я не знаю. Я надеюсь, что и вам нравится. Смотрите. Это история. Вот здесь, наверное, они готовили. Какой порядок. Какая красота. Всё выбелено. Стеля сволока называлась. Вот эти балки сволока. Лом и пахнет. Надышаться не могу. Какая ж красота. 1869 год. Граммофон такой. Каждая, каждая вещь на своём месте. Смотрите, даже красивую композицию какую сделали. Я такую хочу себе подставочку. Или почти такую же. А здесь какая композиция. Связались он. И вот мы с вами выходим, как в прошлое века выходил Селенин. Вот где наше хозяйство. Там хрюкают свинки. Там хранится зерно. И там коморы. Люди приходят сейчас уже на работу. Да? Маки здесь растут. Сушатся. А, пахнет. Какими-то цветами. Сердчик, кукуруза. Ну что так пахнет приятно? Оказывается, лавандой это пахнет. Ветерок такой обдувает. Прохладный. А вот смотрите, как интересно сделана крыша. Огород. Картошечка, картошечка. Ну сейчас цветы цветут. А вот здесь, наверное, держали коров. Или волов. Видите, как под стрихой, да, назывался? Как сделана крыша. Интересно. Какое красивое плетение. Даже для коров. Для скота. Вишни, черешни. Поспели вишни. А там кабачки растут. Такие острые рожки делали, чтобы отогнать злых духов. Они везде. И вот там вот над свинарником. И над конюшей, коровником тоже самое. Добрый ранок. Добрый ранок. Добрый ранок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ой, сразу запахло так тестом. Мастер-класс по изготовлению вареников. Частинку. А вы тесто готовили на дрожжах? На дрожжах. Можем сказать рецепт? Да, если можно. Литра теплої водички. 50 грамм дрожжів. Хай постоять 10-15 грамм. Ось вони прошли підійти, побродить. Після цього окремо збиваємо троє яєчок. І чотири столові ложки сукру. Чотири ложки столові сукру. Вареники з вишнями? Так, вареники з вишнями. Вишнями будуть? А, вишня без косточок. І з вишнями. І з вишнями. І з творожком. І з ливором. А, з ливором вже ж ви зварили. Ага. І отак, коли і сорок, він стой. С творожком. Так, так, сорок мінут стоїть. І от воно підніметься, ви ж бачите. Ви можете кілька разів перемістити. Ну, звичайно на соді готують? Можна і на соді. Але якщо у нас така полюва, будем казати, сьогодні полюва кухня, то ми... Ну, вдома як ви готуєте? І на дріжджах, і на соді. І на соді, на кефірчик. Надійко, трошки 150 грамів дріжджів і соди. А, і того, і того. Вони тоді не так чесно. Ну, як, засухається. Ну, тут, я думаю, вони не співають, засухають. Тут вона, так. Пухкенькі. Пухкенькі, так. Пухкенькі. А так, на пару, так? А сьогодні на воді? На пару ми пробуємо на воді, тому що царе будемо на воді. В польові. Така умова. А вдома на пару. А вдома на пару, так. Можна. У нас... Добре ранок! Уродка дрась. Таранок, таранок. Таранок стоїть, тому Бог дає. А в тайну я короче. Давай. Так, ну, достатньо. Так, дівчата, мені дождючку давай. Давай, дай вам дождючку продавим. Давай, дай вам дождючки продавим. Так, я шов. Так, мені на концію. Мабуть, і з... Мабуть, і з... Ворожком доберемся. Ворожком доберемся. Так, то... Дайте на привязь. Будь ласка. Ворожень. Достатньо. Диме. Ми такі малеснікі робимо. Дівчата, я ж вам сюди хотіла наложити, щоб ви... Думаю, також ви маленькі робите, так? А ви ще... Буває, так, знаєте? Як так хочете швидко, то вже робимо так, як робимо. Так. Так. Дівчата, так як принця. А другий заходить. Козак до дівчиноньки ой, що вечора ходить. Не ходи, козачі, не ходи до мене.